Библейский портал экзегет.ру представляет Остальные, как бы, идут уже кратким списком. Ну, не самые интересные вещи. Сыновья из Сахара. Еще одно племя. Тула, Пуа, Яшуб и Шимрон всего четверо. Сыновья Тулы. Узи, Рафая, Иерил, Яхмай, Ивсам и Самуил. В порядке страшенства перечислены могучие воины, главы родов, произошедших от Тулы. Во времена Давида потомков Тулы было 22 600. Большой род, да. Сыновья Узи и Израхия. Сыновья Израхии, Михаил, Авдия, Иваили, Шия, всего пятеро. Все они были главами своих родов. Под их началом были 36 тысяч воинов. Воины были внесены в списки по родам в порядке старшинства. Ведь много у них было жен и сыновей. Остальных их родичей из рода из Сахара, внесенных в родословные списки, было 87 тысяч воинов. Вновь появляются воины. У нас были воины там, где шла речь про израильцам, живущих к востоку, от Иордана, но из Сахар тоже. Вот оказался перечислен. Но и следующие тоже будут, как правило, с перечнем воинов. Сыновья Вениамина, небольшое племя, Белла, Бехер и Идиаэл, всего трое. Сыновья Беллы, Эцбону, Зиу, Зелы, Римот и Мри, всего пятеро. Они были главами родов и могучей воины. В родословных списках записано 22 тысячи 34 их потомка. Какая точность, да? 22 тысячи 34. Сыновья Бехера, Замирай, Ваш, Элиэзер, Эльюэнай, Омрия, Римот, Авиа, Анатот и Алемет. Все это сыновья Бехера. В родословные списки были внесены 20 тысяч 200 человек в порядке страшенства и с указанием всех глав родов могучих воинов. Сын Иидиаэла, Белхан, Сыновья Белхана, Иеуш, Вениамина, Худке, Наана, Зетан, Таршиш и Ахишахар. Все эти потомки Иидиаэла были главами родов, могучими воинами. Они возглавляли 17 тысяч 200 воинов. Шупим и Хупим. Вообще непонятно, кто такое ощущение, что что-то выпало в тексте. Потомки Ира, Хушим, сын Хушим, Ахер. Вот, действительно, не всегда мы понимаем, что здесь к чему относятся. Ну, что поделать. Потомки Нефалима, самое маленькое племя, вообще ничего не сказано. Яхэцел, Гуни, Яцер и Шалом. Все это сыновья Белхи. Все про Нефалима. Потомки Манасии, сыновья Манасии, Асриел, которого родила наложница его, Арамеенко. Она же родила Махира, отца Галаада. Махир взял жен и сестру Хупима и Шупима. Вот эти Хупим и Шупим упомянуты среди Вениамина, но непонятно, куда относятся. Звали ее Мааха. Второго сына Манасии звали Целовхад. У Целовхада были только дочери. Мааха, жена Махира, родила сына, назвала его Переш, а брата его назвала Шереш. Как только не путала. Сыновья Шереши у лама Реке, сыновья у лама Бедан. Вот потомки Галаада, сына Махира, сына Манасии. Сестра его Молехет родила Ишхода, Авезара и Махлу. Сыновья Шемиды, Ахиан, Шехем, Лекхи и Аням. Видите, как быстро вот эти остальные племена так вот раз-раз-раз и все. Сыновья Ефрема, но тут и должно быть побольше, большое племя Шутелах. Сын Шутелаха Берет, сын Берета Тахат, сын Тахата Эллада, сын Эллады Тахат, сын Тахата Завад. Сыновья Завада Шутелах Эзра Эллад. Имена повторяются, как нередко бывает. Убили их жители Гата, уроженцы той земли, за то, что не пытались захватить их в стадо. Долго оплакивал их Ефрем, отец их, а братья утешали его. Потом он лег со своей женой, она забеременела, родила сына, и Ефрем дал ему имя Бериа, потому что несчастье случилось в его доме. Похоже имя на слово несчастье. Вот такие маленькие истории, иногда непоучительные, иногда просто человеческие истории, которые разбавляют длинные перечни имен. Дочерью его была Шейрам. Она построила Нижний и Верхний Бетхурон и Узен Шейру. Еще сыном Ефрема был Рефах, сын Рефах Решев, сын Решев Ателлах, сын Теллах Атахан, сын Тахана Ладан, сын Ладана Аммихуд, сын Аммихуда Элишама, сын Элишама Нон, сын Нона и Иисус. Ими Иисус не уникальны. Вот территории, которыми владели, на которых жили потомки Ефрема. Бетели, селения вокруг него, на востоке на Аран, на западе Гезеры, селения вокруг него, Шехема, селения вокруг него и земли, до Айята, селениями вокруг него. Во владениях сыновей Моносей были Бетшан, Таанах, Мегеддо, Доры, селения вокруг них. В этих городах жили потомки Иосифа, сына Израиля. Ну, Ефрема, это, соответственно, один из сыновей Иосифа, поэтому все его потомки одновременно потомки Иосифа. Потомки Асира. Все это сыновья Асира. Они были главами своих родов, отборными воинами, вождями. Войско их по родословным спискам составляло 26 тысяч человек. Ну, что важно для царства? Знать, сколько воинов под командованием. Понятно, что не все они были воинами одновременно. Это вот люди, которые, мужчины, скажем так, взрослые мужчины, которые, в принципе, были способны выходить на бой. Ну, еще немножечко имен следующая, восьмая глава.